Субтитры создавал DimaTorzok В доме, который вы сейчас видите, жила княгиня Наталья Петровна Голицына. Именно она послужила Пушкину прообразом старухи-графини в повести «Пиковая дама». Легенды о Голицыной были известны уже во времена Пушкина. Ее внучатый племянник как-то рассказал поэту, что однажды проигрался начисто и бросился к бабушке с мольбой о помощи. Княгиня якобы знала тайну трех карт, которую подарил ей ее французский друг граф Сен-Жермен. Если верить легенде, внучатому племяннику удалось отыграться. Но друг Пушкина Павел Воинович Нащекин отмечал, что прототипом для образа графини послужила еще одна женщина – Наталья Кирилловна Загряжская. Жена Пушкина, Наталья Николаевна Гончарова, доводилась за Гряжской внучатой племянницей. И Пушкин часто бывал у Натальи Кирилловны после женитьбы и даже записал несколько ее рассказов. Мы видим, что Пушкин на основе черт реальных людей создает художественный обобщенный образ старой графини, наделяя этот образ скрытым иносказательным смыслом. И сегодня мы попробуем с вами разгадать загадку пиковой дамы или хотя бы приблизиться к отгадке. Вспомним, что и от кого узнаем мы о старой графине в повести Пушкина. Первым знакомит с ней у нас ее внук Томский. Именно он рассказывает анекдот о трех картах. И в этом анекдоте очень много неясностей, очень много вопросов появляется у нас. Допустим, история имела место быть. Кто о ней мог знать? Сама Анна Федотовна и ее друг граф Сен-Жермен. Но Томский узнает о трех картах не от Анны Федотовны, а от своего дяди, сына графини Ивана Ильича. Кто рассказал Ивану Ильичу эту историю? Сама графиня? Зачем? Ведь она не открыла тайны трех карт ни одному из своих сыновей. Но зато эту тайну получил Чеплинский. За что? Что такого сотворил этот молодой человек, что графиня, которая в старости была строга к шалостям молодых людей, открыла ему этот секрет? Вопросов множество. И появляется еще один вопрос. А было ли все это на самом деле? Уж не сочинил ли эту историю сам Томский для того, чтобы подразнить воображение своих товарищей по игре? Может быть, это была шутка? Помните последние слова графини в повести? Это была шутка. Помните реакцию гостей на анекдот, рассказанный Томским? Случай, сказал один. Сказка, заметил Герман. Случай – это возможность. Сказка – абсолютная невозможность. Но если тайны не было, то тогда действительно Анна Федотовна даже под дулом пистолета не могла открыть Герману никакой тайны. Но если мы допустим, что нечто подобное все же было в жизни графини, и Сен-Жермен действительно назал ей три карты, тогда вопросов становится еще больше. Во-первых, мы ничего не знаем, на каких условиях подарил эту тайну Сен-Жермен юной красавице. И мы не знаем также, можно ли передавать эту тайну другому. Было ли такое разрешение у графини? Мы можем допустить, что выиграть три карты могли только один раз у каждого хозяина тайны. И значит, открыв эту тайну Чеплицкому, графиня ставит то же самое условие – больше не играть. Мы помним судьбу Чеплицкого. Он умер в нищете, то есть разорился, поскольку когда-то выиграл большие деньги, значит, он не выполнил условия, он продолжал играть, за что возможно, и был наказан судьбой, нарушив обещание. Для чего же Пушкин создает эту атмосферу неопределенности, неясности, почему он не дает нам никаких ответов, намеков на вероятность того или другого варианта? Продолжим размышления. Мы знаем, что Герман не сразу поверил в рассказанный томским анекдот. Но на наших глазах в его сознании начинается поединок между сказкой и трезвым расчетом. И уже сознание хочет, чтобы сказка стала явью. Почему это происходит? Мы можем найти ответы в тексте Пушкина. Помните, Герман наделен богатым воображением и одновременно он скрывает свое желание стать богатым человеком, получить независимость и покой. И так Герман начинает бороться с этой идеей и оказывается в ее плену. Не годы труда, аскетизма, подавления страстей, желаний, а всего три игры. Минута, и ты уже властелин. Конечно же, Герман считает себя достойным избранником судьбы. Ведь он не мод, не транжира. Он не растратит выигранный капитал, а приумножит его. Он считает, что достоин судьбы. И перестает анализировать историю, рассказанную Томским, как это только что сделали мы. А судьба почему-то не улыбнулась Герману. Графиня унесла свою тайну в могилу. И у нас появляются новые вопросы. А действительно ли Герман уявился призрак и назвал ему три карты? Или это больное воображение Германа, сознание, в котором так долго скрывались те самые качества – умеренность, труд, расчет? Помните, Герман говорит, когда еще сомневается в реальности истории Томского? Нет, умеренность, труд, терпение – вот верные мои три карты, вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне независимость и покой. Туз здесь как раз и означает капитал. Так в карточных гаданиях трактовалась выпавшая карта. Явился ли действительно Герману призрак графини или это был плод больного его воображения, в любом случае ему выдвигают два условия. Первое – играть один раз в день. Второе – после выигрыша больше не играть вообще. Это очень легкие условия для такого человека, как Герман. Ведь он раньше никогда не играл, он с легкостью откажется от игры. И человеку, который так долго ждал исполнения своего желания потерпеть еще три дня не составит труда. Но есть одна очень важная деталь. Герман косвенный виновник смерти старухи графини, и она называет ему условие прощения – жениться на Лизавете Ивановне. Однако мы дальше нигде не читаем о том, что Герман намерен выполнить это условие. Он нарушает этическую норму и не собирается искупать свою вину. Не тогда ли судьба отворачивается от него? Не тогда ли она становится недоброжелательной герою? Не потому ли вместо туза он вытаскивает пиковую даму? Мы вернемся к графине. Все, что узнаем мы о ней и от Томского, и от автора повествователя, говорит не о злобной ее натуре, а о безмерном эгоцентризме. В молодости, благодаря своей красоте графиня привыкла повелевать людьми. В старости красоту заменили деньги, и теперь графиня таскается на все приемы, на все балы только для одного, чтобы ее помнили, чтобы не забыли, чтобы сохранить вокруг себя людей, может быть, их силами, их чувствами, и питается графиня, прожившая столь долгую жизнь. Но жизнь ее одинока. Никто не любит по-настоящему этого человека. Ему уже готовы посочувствовать Анне Федотовне, но Пушкин не дает нам задержаться в этом состоянии, тут же рассказывая о жизни ее воспитанницы Лизаветы Ивановны. И мы понимаем, что графиня в старости не утратила ни колкости языка, ни извительности, что ее причуды могут причинить боль, обидеть человека. Если смысл жизни в достатке, в богатстве, то графине повезло, она сорвала куш. Но если смысл жизни в чем-то другом, более высоком, чем материальные ценности, то жизнь графини пуста и бессмысленна. Что оставит она после себя? Наследство. И, скорее всего, ее родственники радуются смерти старухи, потому что вот оно долгожданное богатство. Подведем итоги. Какой же скрытый смысл можем мы обнаружить, вглядываясь в образ графини, созданной Пушкиным? Прежде всего отметим, что этот образ многозначный. Графиня, конечно же, символ века минувшего, блестящего, яркого, и в то же время она представитель той аристократии, которая прожила свою жизнь без цели, без трудов, без смысла, без поисков. Символ одиночества. Но графиня символ энергетического вампиризма. Она человек, который живет за счет энергии и эмоций других людей. И графиня безусловно символ судьбы. Судьбы, которая требует от человека уважения, терпения, чуткости и соблюдения этических норм, а не этического бунта. Итак, старуха графиня умерла, а офицер, косвенный виновник ее смерти, сошел с ума. Что это? Случай? Сказка? Ответы на все вопросы должен найти читатель самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...